И тут интересный подход в Китае к этому вопросу. Сыдзенпин заявил о победе над бедностью в Китае. 98,9 миллионов сельских жителей, ну то есть 100 миллионов, удалось вывести из состояния нищеты, а 128 тысяч деревень из числа бедных районов. Если вы помните, года два назад именно цифру 100 миллионов человек, нищих, называл тот же самый Сыдзенпин, когда у них там съезд был. И сегодня он говорит о том, что вот этих людей из нищеты вытащили. Нищих нет, бедность победили в Китае. То есть вот потрясающая ситуация. И никто там не мешает, обратите внимание. И никто не рассказывает, что они работают. Была поставлена задача, и эта задача выполнена. Я уверен, что она выполнена, потому что по-другому там не бывает. Это Китай. И вот представьте себе, сейчас вот есть огромное количество слабоумных, которые против Америки, которые за Китай. Сейчас вот этим слабоумным скажут, ребята, вы понимаете, как китайцы хорошо живут. Надо, чтобы Россия была Китаем. И вот эти слабоумные побегут голосовать за это. Вы же понимаете? То есть скажут, что там нет бедных, там нет нищих, там это, это, это. Надо становиться этим провинцией Китая. Так и будет. Понимаете? И представьте себе, вот если бы этим слабоумным, которые сейчас топят против Америки и топят за Китай. Если бы взять их вот тогда в СССР и просветить. Вот когда они в СССР были, и тогда они были ватниками, только коммунистическими. Им сказать, знаешь, вот Америка, это там страстные враги, а вот с Китаем нужно объединяться. Вон как. Представляете, они бы сами удавили таких и Путина, и Ельцина, и прочих чубайцев. Кто им сказал, что надо с Китаем там дружить. Понимаете? Потому что тогда они четко себе представляли, и пропаганда СССР четко им говорила, кто главный враг. А главный враг тогда не Америка была, а именно Китай рассматривался как главный враг. Так что, а сейчас всех все устраивает. Сейчас они все за Китай. В Чувашии продолжается скандал, что китайская фирма потребовала уволить чиновника. Так она настаивает на увольнение, может себе представить. Прикольно, да? То есть, не просто они там сказанули что-то. Они сейчас настаивают на этом. И вот мне интересное прислали изображение. Мы сегодня с товарищем с одним купили какие-то русские вещи. Он из России тоже. И тоже бежал вместе с нами. Тут только чуть попозже. И вот он мне говорит, смотри, я купил мыло. Я говорю, ну прекрасно, отличное мыло. Он говорит, так я им пользовался в России, и там не было вот такой надписи. Вот посмотрите, видите, внизу надпись мыло в Нижнем Новгороде сделано. А все на китайском внизу. А когда в России оно продавалось, тогда такой надписи еще не было. Мыло банное. Хотя, честно говоря, я не понимаю, зачем он купил здесь российское банное мыло. Но это его, так сказать, дело. И везде мы видим, что Китай двигается семимильными шагами. И победа над бедностью Китаем это большой пропагандистский шаг. Очень большой пропагандистский момент, который сейчас будут рассказывать всем этим ватникам. Вопрос такой, вот Америка борется с Россией, а с Китаем Америка не борется. Так почему же экономика Китая растет, бедность победили, строительство семимильными шагами осваивает космос, а в России полная жопа. Америка борется с Россией.